Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс и мы с вами продолжаем проходить Моробливион. В прошлой серии мы с вами отправились на поиски затонувшего судна по квестам Дома Хла-Ау. По пути я нашел какое-то другое судно и тоже затонувшее, отправился в него, прям вот в этот люк. Но как оказалось, там кроме какого-то скелета ничего больше интересного и нет. Выбраться в прошлой серии у меня из него не удалось. Здесь я там застрял малость, а оказывается просто не увидел люк. Уже потом вне записи, то есть буквально только завершил запись и тут же бак смотрю, а рядом люк есть. Нажав на него я просто раз вышел на улицу, думаю вот чуть-чуть бы, немножко минутку бы подождал и нормально бы завершили с вами серию не под водой, где-то непонятно как ударясь башкой об этот люк, а нормально стоя где-нибудь вот здесь с хорошими пейзажами. В общем-то сейчас что? Я думал наверное дойти до ее святилища Бауфелл, либо пойти сразу, не знаю. Опасно, опасно приближаться к этим башням всяким, доедры, непонятно что там может находиться рядом. Я так понимаю это не та самая вышка на которой я уже был, это именно которые руины доедрические. Если доедрические руины, то там скорее всего у меня будут поджидать какие-нибудь злостные твари. А сейчас уже темнеет, все идет к вечеру. Я-ка, что-то найдено, я-ка какой-то там чего-то. Ух ты! Так, слушайте, у меня клинок, я и забыл. Надо обратно в ручки-то взять. Что? Смотрите, щит теперь видно. Ничего себе. Походу реально это баг значит был. О, я могу закрываться. Это был баг, то что я как бы, щит у меня одетый. А я в руках держу лук. Хитин мой лук сейчас возьмем. Щита нету, да? А он отображается как одетый. Где он там? Во, пуховый щит, да? Отображается, что одет. Он не снимается. Ну, может быть, от него свойства не идут сейчас на самом деле? Может быть, он как бы не действует, не работает? Кто его знает? Хотя, по-моему, перышко срабатывало, когда я его одел. Упс. Надо убегать от него. Постоянно убегать. Тогда он не сможет меня бить. Вот и все. Опасные твари. У меня еще новый уровень, между тем, поднялся. Надо будет где-нибудь поспать. Может быть, там же где-нибудь на затонувшем корабле я найду какую-нибудь кровать. Так, говорили, что они мирные скрипы. Это же скрип? Ну да. И точно мирный. В комментариях написали, я удивился. Меня, по-моему, скрипы в этом ванильном мору-виде атаковали каким-то газом. Они поворачивались ко мне с задницей, выпускали в меня какой-то газ непонятный, от которого я... А этот все тут кушает, от которого я ловил паралич. То есть я парализовался, и он меня атаковал дальше. Это очень странно. Почему здесь они мирные? Ну и вы говорите, что они мирные. Это очень-очень странно. Может, какие-то разные тоже бывают скрипы зараженные и такие? Не ясно. Может быть, я с кем-нибудь другим их спутал. Вон она, подводная гадина, плавает. Знаю таких демоны подводные. Так, а вот и этот корабль. Прибыли мы на место. Надо сразу же издалека избавляться от вон тех вот мерзких созданий. А то они мне там покоя не дадут. Кстати, она меня даже сейчас, наверное, и не видит. Она не понимает, откуда прилетают стрелы. Я слишком далеко нахожусь. Она так далеко не сможет увидеть. Это я, зоркий эльф. А он кушает. Приятного аппетита. Это что у нас? Рисун какой-то. Рисун, рисун. Кстати, по-моему, буква Т не работает у меня. Вот я сейчас жму, да? Не работает. Ожидание сломалось. Раньше-то нормально работало. А сейчас жмешь кнопку Т, то есть ждать вообще нельзя. Странно это как-то. Вроде ничего такого не делал. Ты не зараженный? Нет, обычный корабль. Слушайте, все темнее и темнее становится. Уже даже звезды выступили на небе. Надо быстрее с этим делом все завершать. И уматывать отсюда, пока не поздно. Старые обломки корабля, верхний уровень. Как я обожаю такие места. Ох, какой скрип-то, а? Хотя, чему здесь скрипит-то вроде деревяшка? Ох, здесь еще и не жить. Еще и крысы. Надо крысу в первую очередь убивать. Есть. Что, уже увидел, что ли? Быстро ты меня увидел. Так, ну ладно, здесь пока водички нету. Пока что все хорошо. Крыса, отдай мне стрелу мою. Спасибо. Кстати, крысу с одного удара вынес, потому что трехкратный урон это хорошо, она меня не видела. Так бы, возможно, пришлось бы здесь повозиться с ней. Они так-то суровые. Враги. Так, а это что за ящик? Почему я его не могу обшарить? Так, могу. Как-то спрятан. Иди сюда. О. Ага. Смотрите, сколько всего, да? В самом спрятанном. Скуму. Скуму перевозят. Не, ну я ее брать не буду, с ней вяжут, я знаю. Со скумой никто не хочет со мной сразу вести каких-либо дел. Торговаться или еще что-то. Говорят, пока у тебя скума, не подходи ко мне вообще. Ну, оно и понятно. Нелегальный наркотик. Так, фляжка есть, да? Ну, а уже затоплено. Так, кстати, а что я здесь должен сделать? Какой именно у меня квест? Что я тут должен найти? Мне надо найти диэдрический вакидзаси. Понятно. Знать бы, что такое вакидзаси. Бочка. Давай, давай, активируйся. Ну, какой? О. Пиксель хантинг, смотрите, да? Именно в этом месте только можно нажать. Мясо гончий. Вреда за некой. Я не знаю, что это такое даже вакидзаки. Вакидзаси. Что это? И на что мне нужно ориентироваться? На оружие какое-то? Наверное, даэдрическое, если это. Скорее всего, оружие, наверное. О, опять золотишко. В мешочки прям для нас. Положили. Так, ну вот еще какой-то ящик. В него я тоже не знаю. Угонный сахар. Понятно, да, что перевозят у нас? Вот так вот, видимо, прямиком ехала из Эльсвейра этот корабль. Плыл. О, здесь тоже воздух есть. Призрак. Не лети ко мне. Стой, где стоишь? Ага, я даже не могу атаковать. Ага, бездействие. Понятно. Такс, ну что, давайте, наверное, тогда его покараем серебряным кинжалом. Не могу. Ой-ой-ой. Либо серебряные стрелы надо брать. Либо сереб... Давайте стрелы лучше издалека. Не хочу сблизистыми духами воевать. Где он? Тварь. Какая... Дух простой. Надо выйти подальше, и все нормально будет. О! Что мне нравится издалека с ними стрелять? Можно увиливаться от их этой... Злостной магии. Мои стрелы, кстати, быстрее гораздо летят, чем он там магией своей колдует. Ох! Вот сейчас хорошо я ему зарядил. Я ему прям в рожу попал. Безликая рожа. Проклятущий демон, ты давай ко мне не сближайся со мной. Ты давай там летай, а? Ты понял, да, что не попадаешь? Ах ты урод. Понял, что бесполезно издалека стрелять. Решил сблизиться. Ну, долго ты к этому шел. Вот и все. Отлично. Победили негодяя. Ну, наверное, в этом сундуке. Здесь я уже вижу тело какое-то лежит. Ну, сейчас я пока соберу все свое добро. Серебряные стрелы на вес золота. На вес, точнее, серебра. Так, пусто. Ты кто такой? Капитан корабля. Ух ты, эльф. Ключ какой-то имеется. Видимо, от сундука. Ну, давайте посмотрим. Что за сундук. Ого. И тоже скума. Везде скума. Тут все пропахло. Луным сахаром и скумой надо сохраниться. Пока что все хорошо. Так, а это не от сундука разве? Странно, сложный, да? Интересно, зачем я брал тогда этот ключ? Может быть, здесь еще есть какая-нибудь? Да нет, верхний уровень и все. Удивительно. Ну, ладно, что делать. Остается ломать будем. Ломать так ломать. Ох, как же я это не люблю, а. Скелетный ключ бы мне. Надо будет выполнить квест. Я, насколько знаю, здесь тоже есть. Он присутствует. Имеется всего лишь 23 отмычки. На самом деле, это не так уж и много. У меня все шансы сейчас всех испортить здесь до единой. С одной отмычкой остался. Не поверите. Дешевое зелье отражение. Ну, не знаю, зачем оно мне нужно. Сколько оно? 15 стоит всего лишь. Вот он, это в Акидзасе. У меня сейчас перегруз будет. Нет, не будет. Одна отмычка осталась. Реально, одна отмычка. Вы представляете? Это ужас какой-то. Что у нас тут? На духе предков ничего. Ужас. Сложные замки. Это, конечно, что-то с чем-то. Надо срочно, срочно еще качать. Взлом замков на максимум. Вообще надо 100 прокачать. Это в идеале прям, чтобы было. Мне больше интересно, зачем мне этот ключ? Что он мне дает? Тут ничего закрытого нигде нету. Нигде вообще. Лежанка. Жаль, поспать нельзя. Я бы тут сейчас на самом деле вздремнул бы. Представляете, какой экстрим, да? Вот так вот. Поспать на затонувшем корабле. Рядом труп гниющей крысы. А там прах. А вот и да, каюта. Понятно, откуда этот ключ. А там прах. Какого-то призрака. А вот здесь я могу поспать. Нет. Лежанка тоже. Ну, стол золота. Нормально, в принципе. Не зря. Не зря я ключик брал и сюда заходил. Это что? Таз? Или ребра? Ребра какие-то. Все? Слушайте, у меня сейчас головокружение начнется. Здесь все как-то перекошено. Мне аж прям не по себе. Голова кружиться начинает. Краб, ты же добрый, да? Да, ты добрый. Кстати, на крабах можно кататься, насколько я знаю. Ну-ка. Если на него залезть. Подождите. Да, залезь ты на него. Черт возьми, а. Не могу залезть и все. Во, поехали. Нет. Ладно, он будет кушать. Ну что, мы выполнили этот квест. Можно, в принципе, отсюда улетать. Здесь все сделано. Я хотел открыть эту. Азуру. Но это не Азура. Это Балфел. Вообще, внешнее святилище. Я перепутал в прошлый раз. Я думал, что это именно та статуя, на которой я тогда бывал, когда мы сюда ходили. Там. Вот сюда. Та-та статуя где-то тут была. В общем, это что-то другое. Ну и ладно. Бог с ней. Нас туда явно отправят потом еще за чем-нибудь. Пойдемте сдавать квест и спать наконец. Да и отмычек надо закупить. Одна отмычка осталась. 23 отмычки было. Все на один сундук истратил. Это ужас какой-то. Вообще, это недопустимо. Надо качать. Надо качать. Спать. Срочно спать. У меня уровень новый. На улице вечер. Прям все-таки шепчет мне. Так и говорит. Иди ложись уже. Хватит там бородить. 50 стрел. Кстати, надо еще ремонтных молотков тоже взять. Отремонтировать. Все свое добро. Так-то уже все переломанное. Хожу тут с хитином. Лук. Надо длинный, наверное, возвращать. Своим помощнее. А то слишком долго я что-то врагов убиваю. Одного вон этого призрака сколько пришлось бить. Что-то долговато. В прошлый раз, когда я с ними встречался, гораздо быстрее убивал. С трех-четырех ударов. А тут прям вон как. Салют. Ты нашел вступление. А мы в Акадзасе. Нашел, нашел. В Акадзасе. Ты нашел в Акадзасе? Да, держи. Да, это именно он. Вот возьми эти 500 дрейков за то, что нашел его. 500 могло бы и больше дать. Он стоит 2 500. Ну ладно. Хоть столько, то ладно. Ну-ка про корабль теперь что-нибудь скажешь. Ты уже принес мне в Акадзасе? Ну, пожалуйста. Так, что дела? Новые дела. Давай, есть что-нибудь у тебя для меня? Три ночи подряд воры налетали на один магазин здесь. Вивеки. Мне нужно, чтобы кто-то защитил магазин Аралена Тильвура. Тильбура? Тильвура, наверное. Понятно. Кто он такой? Давай, рассказывай поподробнее. Нужны подробности этого дела. Магазин. Магазин. Какая тебе дня? Магов. Либо боров. Может еще кого-нибудь. Кому я принадлежу. Тем, кому я принадлежу, можно спокойненько спать. Так. Он, я сказал, уже в Плазе вроде. Магазин в квартале Чуздинцев в Вивеке. В квартале Чуздинцев. Нет, наверное, даже не в Плазе. Это как-то, наверное, вот так вот сделано отдельно. Прям на поясе находится. Ну, кстати, сейчас как раз вечер. Они по вечерам и приходят. Воровать же. Обычно. Я чуть не понял. Где это вообще? А, квартал Чижезем. А я где хожу? О, Круг Святого. Я немножко не туда пришел. Ну, давайте. Перелетим по-быстрому. Чтоб время тут не терять. Не ходить круглями по одним этим же местам. Во. Где-то здесь. Наверху? Наверное. Меня больше всего сейчас интересует только сон. Все остальное потом. Вот сон бы мне сейчас вообще не помешал. Кровать какую-нибудь. Я больше всего хочу. Нижний пояс. Стоит ли у него заходить? Может, это выше? Мне кажется, это выше. На среднем поясе. Хотя можно и изнутри это пройти. Там же тоже есть лестница наверх. Ну, а так, скорее всего, вход именно тут. Воры, говорит она. Как бы у меня с ворами не было проблем. Потом я надеюсь, это какие-то одиночные воры, которые не состоят в гильдии воров. А то у меня же есть одна из заповедей. Не убей. Вора такого же, как ты. Кстати. Торговец. Ну-ка, отмычки продаются у тебя? Конечно, для меня это большая честь и удовольствие. Чем я могу вам помочь? Ра-Ла-Са-А-Рен. А Ра-Лен Телевур знаешь такого? Его лавка на Плаза здесь, в квартале Чреземцев. А, Плаза, то есть мне еще выше. Понятно. У него там целая лавка, значит. Хорошо, придем туда. Что, шкуры гуаров продаются-то? Как уже? Снова вы? Я уже покупаю шкуры гуаров у дома Хлау. Что вам еще нужно? Ладно, я просто хотел убедиться. Отмычки есть? А-а. Ты у нас по части алхимии, да? Ну ладно. Извини за беспокойство. Ты кто? Приятно видеть вас. Как у вас дела? Отлично. Какие заклинания продаешь? Сопротивление. Пометка? Пометка на себя. Необходимость из-за 50-го уровня. Возврат, пометка. Вот пометкой помечаешь место, а возвратом туда прилетаешь. Эх, надо бы на самом деле это использовать. Ну да ладно. Не сейчас точно. Давай показывай, что у тебя только зелье и все. Больше ничего не продаешь. Два алхимика. Стоят от бесполезных. Так, здесь должны быть лестницы наверх. Одна я вижу вниз идет, вторая тоже вниз. Что, вообще нету что ли лестницы? Да что ты будешь делать? Придется здесь как-то выбираться. Еще выше. У меня аж на плаза. Все темнее и темнее становится уже. Скоро вообще ни черта видно не будет. Может быть прям у него и за ночью. Если он наш, к нам относится, к нашему дому. А он против не будет. Кстати, от гильдия магов можно у них вздремнуть. Почему бы нет? Я хочу уже с утра, чтобы ходить с новыми навыками. Потому что у меня постоянно этот значок горит. Он мне малость раздражает сейчас. Хочется уже убрать его. Прям руки чешутся. Все-таки новый уровень как-никак. Так. Здрасте. А где у вас тут койки? А вот и кровати. Отлично. Двух спальня. Хорошая кровать вообще. Я завалился. В чем хожу, в том и сплю. 7 часов вечера. Ну, в принципе, маловато. Да, надо часов в 13 спать, наверное. Если даже не больше. Сейчас такой качественный, хороший сон. После дальнего путешествия. Представляете, сколько мы путешествовались. Как далеко мы ходили. На край света, фактически. Так, ну что. У нас, как обычно, ловкость, конечно же, идет и скорость. Что в этот раз качаем? Силу воли, может быть, восстановление магии? Не, не надо. Да ладно, давайте здоровье так же. И еще больше, чтобы еще круче стать. В боевом плане. В принципе, у меня даже сейчас хватает сил, чтобы носить с собой. Смотрите, я столько лишних комплектов ношу. Которыми, в принципе, не пользуюсь. И то нормально, и то веса свободного есть. Но есть свободный вес. Кузнец. Кузнецом является, что ли? Привет. Меня послали к тебе помочь. Ты все просчитал. Вор появился как раз после тебя. В смысле? Во-во-во-во-во-во. Это так и задумано было? Что он сейчас появляется, да, и должен бить меня. Я думал, что я что-то там заночевал и что-то испортил, короче. Что сутки целые прошли по времени. Ах ты, воришка, а? Долбаны. Это какие-то не воры уже, скажу вам. Ух ты. Кольцо вора. Повышение, ловкость, скорость, обаяние. То, что мне нужно. Вот это вообще люто, прям. Пояс третьей преграды. Тоже классно. Щит. Ну, хотя щитом я не пользуюсь. Может быть, это магический щит. Стоимость, да? 1500. Ничего себе. Слушайте, хорошая вещь. Я прям сразу ее одену. Прям вообще кольцо вора. Это идеально для меня. То, что мне нужно. Так. А на мне никаких поясов вроде бы нету. А, нет. Пояс харизмы, обаяние, да, повышает. А это щит. Не, обаяние получше. Ну, что, давай общаться. Ты убил вора. Прекрасно сработано. Хотел бы я постоянно иметь такого стражника, как ты. Твое вознаграждение. Ой, дрина арете. О, ты у нас продаешь отмычки и молотки. Я это знаю. Прям чувствую. Я думаю, сейчас у тебя отношение ко мне самое лучшее, какое только может быть. Давай 50% мне скидку за все, что я тебе сделал. О, вообще без проблем. У тебя же и хитиновые поножи продаются. Может сразу купить их? Пока я их найду на ком-нибудь. Смотрите, белые, хитиновые, да, 66 вольтс. Давайте возьмем. Хочу в хитин приодеться. Он мне понравился. В принципе, он выглядит так неплохо. Конечно, не знаю, как поножи выглядят. Может быть, они гораздо хуже на вид. Вот кожаные поножи тоже неплохо. Два броня. Ну-ка, а я... Это какие? А вот вот тоже два, да? Либо кожаные, либо такие. Одно из двух. Ну, не знаю. Что красивее? Железные поножи. Это все тяжело. Так, короче. Отмычки есть? Отмычек нету, да? Ну ладно, извиняй. Все. Я пошел с уважением. Отношусь к тебе. Заходи еще. Так, ремонтные молотки я купил. Все. Давайте исцеляться. Во! Хорошо, как вообще хорошо. Ну и оденем. Пу-ну же. Сапоги вообще, да, не к месту. Таких здоровых сапогах. Ну ладно, будем в них пока что ходить. Сапоги уж, пожалуй, я найду. Да, нормально нарядцы. Эти каких тоже неплохо смотрятся поножи. Вполне себе. Ну что ж, мы и заначивали, да? И пару квестов уже выполнили. По-моему, нормально. О, сегодня что-то туманно как-то. Смотрите, да? Аж. Ну, утрицо прям чувствуется. Такой свежий воздух. Так, ну что, давайте, чтобы не бежать опять, а перелетим уже в поселениях. Вау. Да, вот сюда нам на средний пояс к ней придем. А так-то я уже много квестов у ней выполнил. Как бы сейчас все уже не шло к завершению. А то сейчас скажут, что все, ты мне больше не нужен. Иди строй дом, крепость. Было бы обидно на самом деле. Мне квесты здесь очень сильно нравятся. В доме Хвауа они пока что самые интересные. Ну, и всех, которые я там выполнял. Гильдии воров, они все достаточно одинаковые, примитивные. Вот дом Хвауа он очень разнообразен. То так, то сяк. Постоянно что-то какие-то разные там интрижки, расследования, какие-то походы дальние, какие-нибудь поиски тех же кораблей. Это вообще что-то с чем-то. Ляпута. Ты поймал вора, досаждавшего Аралину Тиллуру? Обижаешь. Еще нет ни одного дела, которое бы я не сделала, которое бы ты мне давала. Спасибо, что защитили Аралину Тиллуру. Возьмите эту тысячу дрейка в качестве вознаграждения от дома Хвауау. Тысяча. Отлично. Я сомневаюсь, что воры скоро вернутся. Я тоже сомневаюсь. Ну что, есть еще какие-нибудь дела? Если вам нужны дела, поговорите с Красилсом Куриллу в поместье здесь, в поселении Хвауау Вивика или с Нелену Дорвайн в Балморе. Ага, все, Курсилл, да, пошел? Теперь мне к нему надо будет идти. Понятно. Ну-ка, ты про Курсилл мне что-то можешь рассказать. Я больше чем уверен. Сейчас, по-моему, мне где-то там мелькало даже. Тема такая. Ну-ка. Может быть, показалось. Не, по-моему, было где-то тут. Небольшой совет. Нет, показалось. Ну ладно. Где он находится, я знаю. И тебе всего наилучшего. Кстати, у него уже можно и повышение получить. Он мне его даст. Я в этом точно уверен. Раз. И мы уже в доме Курсилл находимся. Так что ж, смотрите. Какие изменения произошли буквально за одну секунду. Вы даже ничего не заметили. Раз. И я уже в другой одежде. Я уже продал все, что на мне было. Всякое лишнее. Я решил полностью одеться. Смотрите, маска какая крутая. Я в капюшончик. И теперь прям как настоящий представитель темного братства. Они ходят. Лица не видно. И маска. Плюс я еще вне серии тут выполнил квестик. Уже даже успел. Представляете. Который у гильдии воров был. На кражу этого самого посоха. Который я тогда-то выполнял. Но потом в итоге я его отложил. То есть много всего сделал интересного. Просто как получилось. Я вроде записал уже серию. Думаю, ну все на этом хватит. Вырезал все моменты, когда я ломал тот сундук. Это где-то минут 10, если не 15. Плюс еще я не мог найти нужную тему в диалоге с этой теткой. Когда мы сдавали квест. Потому что она уже сереньким горела. Я ее изначально уже посмотрел. Ну и в итоге серия-то получилась всего лишь на 20 с чем-то минут. Ну то есть очень коротенькая. 27 что ли минут. Но я решил, думаю, сейчас еще допишем. Попишем. Может быть здесь еще один квестик выполним. И как раз получится такая полноценная нормальная серия. А то что это за огрызок такой получается. Слушайте, а где он находится? Он там двухспальная кровать большая стояла. Я чуть не могу его найти здесь что ли? А, ну да, точно. Вот он стоит. Ну что, давай общаться с тобой. Ты хочешь, чтобы я поручился за тебя в доме Хвал? Я думал, ты никуда не попросишь. Но сначала я хочу знать, с кем имею дело. Покажи дядюшке курсил, что ты можешь. Вот так, не стесняйся. В смысле? Что показать? Ты о чем? Ну же, коротышка. Перестань смущаться. Просто окажи небольшую услугу дядюшке курси. Ты хочешь, чтобы я вот сейчас разделался, да? Наверное, это как раз то, о чем мне говорили. Ну-ка, подождите-ка. Может, ты что-нибудь знаешь? Приветствую. Не думаю, что мы знакомы через землю. Чем могу вам помочь? Расскажи про своего дядюшку ненормального. Ты ничего не знаешь, да? А чем обучаешь, кстати? Ого, скрытность. Вот это хорошо. Полезное действие. Давай, прокачай меня. Я бы злом хотел прокачать, а мне не качают. То есть, говорит, ты уже на нормальном уровне. То есть, выше нас. И все. И просто взяли... Послали меня куда подальше. Ладно. Я чувствую, надо действительно раздеваться с дядюшкой. Ну что, давайте договора раздеваться. А что остается делать? Позор и унижение. Одевался, одевался тут во все это. Пояс можно даже не снимать, я думаю. Тебе сойдет вот так вот? Ну же, коротышка, перестань смущаться. А ты хочешь, чтобы я вообще все снял, что ли? Даже все, что одето на мне из этого. Слушай, ну так не честно. Вообще полностью. Да, я вижу, ты чудесно. Я вижу, мы чудесно повадим, моя сладкая. С моей помощью ты далеко пойдешь. Отныне ты кузен до махлаву. А что ты ко мне в женском роде-то обращаешься? Слышь, ты ничего не попутал, дядюшка. Ну, ладно. Давай пообщаемся еще. Я рад, что ты заглянул. Пожалуй, мне найдется. Какие дела для тебя. Вот по поводу дела я как раз и пришел. Негодник. Рассказывай. Поговорите с одравом Хельби в кальдере. Очаруйте его, радость моя. И поговорите о делах. Если он попросит вас о чем-то сомнительном, обратитесь ко мне за дальнейшими указаниями. Сообщайте обо всем дяде Красиусу. Я вознагражу вас. Засранец, а? Говнюк вообще самый натуральный. Рален Тельвур. Вы найдете его лавку на плазе в квартале чужеземцев. Понятно, квартал чужеземцев, плаза, да? Ладно, мне надо обратно одеваться. Позорище. Кстати, я там своровал у нее, когда ворвал посох, еще какой-то посох силы орков. Представляете? Силу повышает на 20 единиц. То есть, фактически с этой силой я смогу повышаться. Ну, то есть, вместо всяких там суджам, прочих напитков. Так, повышение обаяния это постоянный эффект. Вот это я хожу всегда сейчас с ним. И с кольцом вора теперь. Кольцо длинные руки мне дали. Ну, помните это все. Все, что мы с вами в этой серии были. Поэтому мне пришлось это вне серии делать. Как бы никто ничего не потерял. Как все было, так и есть. Самое, что примечательное, во время записи, когда это все происходит. Это сколько мы там делали? Ну, долгое время достаточно все это длилось. Наше задание, занятие. А когда снимаешь вне серии, то есть, просто для себя, а не под запись. Это все у меня буквально заняло 5 минут. Можно, ну, может там максимум 10. То есть, вообще, просто моментально. Все прямым ходом, без всяких там. Вот, что значит записывать, да, для серии. А что значит для себя играть. Ну, и это к разговору о том, что писали, мне помню, каким-то там прохождением, по-моему, Skyrim. Когда змеиный зуб проходили, что ты так долго все делаешь, как медленно и так далее. Ну, если я буду для себя играть, поверьте мне, ничего интересного из этого не выйдет. Я буду носиться, как угорелый, все диалоги игнорировать, перелетать и вообще, то есть, ну, ужас будет полный. Такс, где находится, что у меня сейчас выделено? Кальдера, да? А зачем Кальдера у меня про кого-то другого говорил? А, нет, точно Кальдера. Я про кого-то другого спрашивал, видимо, когда он сказал, что в районе Чужеземцев в Плазии находится кто-то там. Поговорить с Одаром Хельвей из Кальдера. Ну, давайте в Кальдеру, а что я там был, кстати, или нет? Нет, я, по-моему, там не был, да. Ну, хорошо, пойдемте от Бауморы. В принципе, нормально. Как раз я в Бауморе все эти дела я делал. И повышение получил тоже. У меня же был квест получить повышение в доме Хала-Ау. А, не, я не получил. Я пришел к ней получать. Она сказала, что как раз иди к дядюшке Крусиусу. Ну, вот я пришел. Хотя курсор изначально показывал почему-то на нее. То есть на повышение. То есть надо было прийти как будто бы к ней. Главный здесь Бауморе. Ну, пошел. Купил отмычек. Продал все лишнее. Купил сапоги себе. Взял шлем сначала хитиновый. Он мне не понравился. Ну, он так, в принципе, нормальный. А потом попробовал маску. Вот маска гораздо лучше. Маска вообще прям очень нравится. Она действительно меня делает каким-то таинственным. В капюшоне. Капюшоны все наше. Наше все. Ну, далеко чувствую. Бежать до этой кальдеры. И давайте в скрытном режиме ходить, чтобы прокачиваться. Потому что я уже вижу, крысоид идет вон. Шагает, вышагивает. Так, мимо. О, прям задницу. Вообще нормально зарядил. Так, эти солдаты, я их тоже знаю. Они бешеные. Это гонщи, как их там называют. Трехкратный урон. Вот и стрельбу повысил. Так, ненароком сам по себе взял и повысил. Как он там гончая? Никс гончая. Во. Никс. Хоть в таких словах, в ударениях нельзя ошибиться. Потому что здесь всего одногласное, слава богу. Если бы была какая-то Никис, тогда уже бы все. Никис, либо Никс. У меня бы опять сомнения появились. Правильное произношение или нет. Самое, конечно, идеальное слово, где ты не ошибешься в ударениях. Это имя прошлого разбойника, которого мы встретили с вами. Помните? Ой, я нечаянно сделал. Надо амулет. Амулет использовал. Имя, состоящее только из одних согласных. То есть, ни одной гласной вообще нет. Так, меня нет швидит. А там гончая ходит. О, еще и восстановление качается оптимально. Вообще хорошо сейчас было. Надо здесь почаще сохраняться. Вот где много такой растительности травы, больше шанс на вылет. Это я уже знаю. Я это уже изучил и проходил. Так, где-то крыса несется. Я уже ее слышу. Ах ты тварь. Вон она, вон она несется. И там еще эти крокодилы ходят. Я знаю, да, название там уже говорили. Я его уже читал, помню. Но мне крокодилами их называть. Хе-хе-хе-хе. Проще, не знаю. Ну, реально же крокодилы, да, на двух ногах. Посмотрите на них. Здоровые пасти крокодилии. Может быть издалека их расстрелять? Я здесь сюда откуда-нибудь. Пока они меня не заметили. Давайте стрельбу повысим малость. Не, хотя я здесь убегать не смогу. Ого, он уши чешет. Хе-хе. Лапа чешет уши, как какая-нибудь собака. Обычная. Не, я ее, пожалуй, стороной обойду, потому что здесь... Гунча увидел. Меня преграждает путь со спины, то есть отходить некуда. А мне обязательно надо отходить. Вот и все. Покатилась вниз. Туша. Я хитиновых стрел закупил. Еще 200 штук купил. В общем-то, я вообще сейчас такими хорошими делами занялся. То есть много всего полезного сделал. Но это все рутинно. Так, конечно, это все очень утомляет. Но это периодически нужно делать. Периодически надо скидывать хлам всякий, закупать что-то новое. То есть, ну, такими вещичками повышения там ходить, просить. Ну, в целом, сейчас надолго должно это все хватить. И стрел надолго хватит. Ну, и броня тоже самое. Думаю, долго буду в ней еще ходить. Зал правительства. В правительстве вот такие вот люди живут. Смотрите, знакомый, да, вот этого вот. Который просит, чтобы я разделся догола перед ним. Еще и ко мне в женском роде обращается. Ты что ли тут? Орал. Адрал. Адрал Хельби. Меня зовут Адрал Хельби. Я помогаю присматривать за работой шахты, чтобы не возникало никаких сложностей. Понятно. Чему обучаешь? Взлом? Вот это бы... О, он специалист. Вот жаль, я сейчас прокачал скрытность. Надо было у него взлом вкачать. Ладно. Прошлая серия фактически только из-за взлома у меня оказалась такой короткой. Потому что я вырезал весь взлом, где я там пытался взломать этот сундук. И просто 15 минут или сколько там из серии вышли сразу же моментально. Так, есть дела для меня. Мне нужен курьер, чтобы доставить запечатанный пакет с приказами. Так, вот это интересно. Ну, давай рассказывай. Ну, какой пакет? Отнесите этот запечатанный пакет сокровищнице Халау Вивеки. Отдайте его служащей Теннези Ладри. Делайте, что хотите, но не отдавайте пакет главному казначаю, барину, Алену или кому-нибудь еще. Это... Простое задание. Вам не стоит никого беспокоить, кроме Теннези. Что за сокровищница? Отправляйтесь в поселение Халау Вивеки. Там вам укажет, куда идти дальше. Теннези работает в подземелье. Так, ну я где сокровищница-то знаю. Там же, напротив нашей этой тетки, которая нам сейчас все квесты эти давала. Все, я прилетал сюда, чтобы обратно в Вивек возвращаться. Такое поселение здоровое, да? Зашел сюда только, чтобы взять пакетики и обратно уходить. А представляете, без быстрых перемещений тут с ума сойдешь, наверное, вообще же. Пришел сюда с медленнейшей скоростью, какая только может быть. Ну, с ванильной. И с такой же скоростью обратно уходить. Ох, было бы здесь как это все печально-то, а. Так, тут где-то эти солдафоны ходят. Можно было бы их подстрелить. Ну, не хочу. Мы полетим с вами отдавать пакет. Я думаю, надо его отдать. А там, может быть, квесты пойдут опять какие-нибудь более разнообразные. Как я заметил, каждый новый какой-то квестодатель в доме, начинается его задание с какого-нибудь простецкого. То есть, взять что-то и идти отдать кому-то. То есть, вспомните, у этой тетки мы точно так же начинали. Брали пакет и через дорогу отнесли. А потом все больше и больше всякие разные, более разнообразные. Здесь, скорее всего, точно так же. В доме воров. Тоже, похоже, вначале иди с ворой принеси. А потом начинается... Нужно найти какого-нибудь для защиты тамага. Нужно еще кого-нибудь нам приобрести. Какого-нибудь человека. Ну, то есть, они все идентичны, фактически. Но в разных городах происходят с разными людьми. И здесь, скорее всего, точно так же все устроено. Такс. Где это у нас? Как тебя зовут? Ааа. Сокровищницы Тенезия. Ладри в подвалах. Лаувейки. Подвал является частью сокровищницы, который, в свою очередь, является верхним уровнем пояса поселения Хвалов в северной стороне. Ну, мне ей надо отдать, да? Иди сюда. Не думаю, что мы знакомы, Чеши-Земец. А тебе или надо отдать? Он, по-моему, сказал ни в коем случае там... Я что-то запутался. Слушайте, сейчас бы диалог вновь просмотреть бы. Запечатанный пакет тебе или нужно? Ни в коем случае он сказал кому-то не отдавать. Не, ну, в сокровищницу он сказал отдать. Ладно, давай, держи. Подожди, может, в сокровищнице еще кто-то есть? Ох. Адрал Хельвид дал мне запечатанный пакет для доставки помощницы, клерка-сокровищницы. Сюда, все правильно, ей. Все, держи. Пакет у меня для тебя имеется. Прими его, пожалуйста. Запечатанный пакет? Что ж, отдайте его мне. Да, хорошо. Вот вам 100 дрейков за работу. Все? Вы уже отдали мне запечатанный пакет. Финансовые распоряжения какие-то отдали мы. Надо было бы их прочитать. На самом деле, надо чаще такие читать. Ссовать свой нос в чужие дела. Проверять, может, там что-нибудь интересное. Пока. Может, какие-то тайны узнаем. Немножко о секретах этого мира. Кто там, как это все происходит. Кто там, с кем, как взаимодействую. Так, а куда меня сейчас ведет? В каналы, в какие-то странные. Мне сейчас, по идее, надо на выход и к нему возвращаться. Просто с докладом и все. Он меня сейчас... Я знаю, он меня сейчас ведет через канализацию на улицу. Я когда в Балмору летал, он меня точно так же и проводил. Там через какую-то решетку проходишь. Зачем идти, когда можно бежать? Вот ваш девиз. Длительные забеги и заплывы дали свой результат. Вы приобрели начальные навыки в области атлетики. Скорость восстановления запаса сил при беге повысилась на 25%. Замечательно вообще. Так вот, я как через какую-то решетку, там где-то через канализацию вылез и оказался на улице. Выплыл просто из вот этого, из этих каналов, которые вокруг, вокруг Вивека повсюду текут, протекают. Ну, простецкое задание. Простое задание. Вообще, отнеси, принеси. Дальше будет, наверное, гораздо все опять разнообразней. Так, за управительство, ты, наверное, вот сюда уже перешел? Тот же самый, абсолютно. Две двери в одно и то же помещение ведут. Зачем, спрашивается? Ты доставил опечатанные распоряжения, как я просил? Да. Вы доставили пакет с приказами? Хорошо, мне нужно еще кое-что с вами обсудить. Давай обсудим. Из некоторых офисов здесь, в Кальдере, исчезли очень важные документы. Кто бы не украл эти контракты, горнодобывающей компании Кальдера мы должны бы поймать. Понятно? Кто-то украл наши контракты, записанные на свитке. В последнее время было слишком много краж, чтобы приписать эту кражу. И я думаю, ворует кто-то в городе. Найдите вора и верните мне контракты. Вот это уже интересно. Уже опять какое-то расследование ходить, поспрашивать у людей, наверное, надо. Вот такое мне очень сильно нравится. Так, а про запечатанный пакет скажешь что-нибудь? Вы уже получили запечатанный пакет. Больше у меня нет. Ну ладно. Нет, так нет. Прощай. Все, я пошел людей расспрашивать. Вот такое я очень люблю. Какой-то вор поселился здесь, в поселении, да? Где-то тут находится. Мне нужно его вывести на чистую воду, найти. И сейчас будем общаться со всеми. Ну, допустим, с тобой. Как поживаешь? Это Кальдера. Чем я могу вам помочь? Ищите кого-то конкретного? Да. Ты знаешь что-нибудь про контракты горнодобывающей компании Кальдера? Да, это моих рук дело. Проблемы гильдии. Если вы меня выдадите, потеряете положение в гильдии. Документы в сундучке на моем подоконнике. Ого, сразу же, с первача прям, да? Эх, проблемы гильдии. Если вы меня выдадите, потеряете положение в гильдии. Это она имеет гильдию воров, наверное? Я до последнего не хотел, чтобы пересекались эти две гильдии. Потому что мне и та, и та, дороги. Вот ключ. Ключ, скажите Адрау, что документы просто валялись где-нибудь. Этот дурак поверит чему угодно, если только улистить его как следует. А, можно так, то есть, да? Понятно. Ну ладно, скажем. К ступень гильдии воров, да? Точно она из гильдии. Не, конечно, я своих не выдаю. Естественно, я ему совру. Я дам вам ключ. Отнесите документы Адрау, только не говорите ему, что это я, хорошо? Придумайте что-нибудь. Обязательно придумаю. И тебе всего наилучшего. Сперва что, нашел? Я думал, сейчас буду ходить, расспрашивать их подряд. Тут же подошел, только сказал, и она, вот она сразу. Да, это я. Держи ключ. Так, здесь-то может находиться ее хижина. Вот она, да, она живет здесь. Где-то сзади. Зачем я туда тогда попрелся? Где-то тут живет, наверное. Дом. Да, это ее хижина. У меня есть ключ, я должен, по идее, так зайти даже. А что, тут с двух сторон вход? Нет, здесь оружейник. Смотрите, да? Один дом. На два пенщина разбит. Разных. Стражник прям смотрит. Он же сейчас кинется, если я войду. Начнет говорить. А, ты вламываешься в дверь, потому что видно, что она красным горит. Слушай, стражник, просто уйди отсюда. Ты будешь так стоять, что ли, до последнего? Давай я тебя пододвину как-нибудь куда-нибудь там. Отвернись, просто отвернись. О-о-о, пошел, наконец-то ушел отсюда. Действительно душой прям. Все, никто не видит. Дверь открыта, использована. Невольничий ключ. Абибала. А-а-а именно. Вот две буквы А надо вставить. Обязательно это местное наречие. Ну что, давайте смотреть, где она вот тут запрятала. В сундучке, конечно же. Где еще может быть? Книга контрактов шахта Кальдеры. Все, можно идти отдавать. Ну, конечно, скажем, что просто где-то там нашли. Она сказала, что его хорошо к себе расположить надо, прежде чем говорить такие вещи там, польстить ему. В общем-то, надо будет, конечно, сразу же сейчас на максимальный уровень повысить его расположение к себе, раз такое дело. А то ведь и правда может не поверить. Такс. Нашел контракты горнодобывающей компании Кальдеры? Нашел, нашел. Давай ты у меня. А у нас и так самое в хорошем максимальное расположение уже и без того. Давай, ищу тогда. Я вижу, вы нашли пропавшие контракты. Где вы их взяли? Ну, давайте выдумаем историю. Это очень печально. В таком случае, полагаю, вор уже покинул Кальдеру. Что ж, возьмите эти пиццу Дрейков за труды. Хе-хе, вот и все. Отлично. И своих не сдали, и здесь. Выполнили квест. Хорошо, своих не сдаем. Контракты. Вы уже вернули пропавшие контракты? Ну да, вернули. Что, есть дела какие-нибудь еще? Некоторые документы в зале записи, это поддельные документы. Мне нужно, чтобы кто-нибудь исправил эту ошибку. Ты о чем? Я обнаружил серьезную ошибку в некоторых актах на землю на Аскадианских островах. Тебе надо доставить этот акт на землю в зал записи Хлау Ви Веки. Найди сундук, где лежит. Купчей для Аскадианских островов. Положи этот свиток в сундук и принеси мне старый акт. Ага, подмена актов, да? Поддельные документы. Понятно? Когда принесем, нужно будет активировать эту тему. Сейчас я ее не буду сразу. Он сейчас сразу просит. Ну что, ты принес мне документы? Я уже это знаю, уже выучил. Не проведут они меня. Сохранится. Так, ну что, давайте на этом тогда точно уже с вами сегодня тогда сделаем паузу. И выполнять эти же квесты будем с вами в следующей серии. В принципе, по-моему, все прикольно идет. И самое главное, что с гильдией воров я сейчас никак не поссорился. А я на какой-то момент сейчас аж испугался, когда она мне сказала, что ты, если сдашь гильдию, то все это будет плачевно. У меня аж, знаете, рука дрогнула. Думаю, неужто сейчас все точно. Придется какую-то одну из гильдий до конца проходить. А потом уже второй заниматься. Ну, чтобы они как-то не пересекались. Слава богу, что все обошлось. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий. И подпишитесь на канал. А также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс. И до новых встреч.